Да ну и последний про внешний вид – щиты. Щиты у всех треугольные 14 века. Доспехи, заметьте, на конца второй половины 15-го по общей стилистике и уровню технологии. Нахрен вам этот треугольник, вот просто нахрена! Треугольный щит, он хорош ровно тем, что он одевается вот сюда вот, вот сюда вот, на локоть, и ты можешь оперативно прикрыться, он для фехтования хорош, причём он не просто хорош, а адски нужен, потому что у тебя доспех в это время, там, 13-е и первая половины 14-го века, он уже хороший, но ещё не настолько, чтобы можно было терпеть, когда потелупят постоянно. Щитом надо закрываться, но когда у вас вот эта сложная, латная технология освоена, вам нафиг этот щит не упал, просто нафиг не упал, потому что вам, например, ноги закрывать не надо, вам никто не просто не сможет их пробить, эти латные поножи, их рубить бесполезно. Вот просто их рубить бесполезно, вы их не пробьёте ручным оружием. При том, что у тебя в руках своё оружие, ты видимо тоже будешь их лупить, и там ещё 30 раз подумаешь, наклонятся тебе к ногам или не наклонятся. Ну а тычка, которая тебя там в сочленении, от тебя щит, скорее всего, и не спасёт, т.е. тебе нужно оружием будет отмахиваться, лиловко уворачиваться, ну и самому там тыкать. А так, чтобы это, эх, тебе наклониться надо, тут-то тебе как раз по башке обует, ну и ты разменяешь. Ты попал ему в ногу, синяк, а он тебе ударил по шее, и ты, видимо, потерял сознание после этого, вот это вы поменялись. От души просто, очень хорошо, поэтому щит-то тебе нафиг не нужен треугольный, а вот для турнира щит нужен, и он будет не треугольный, даже если он будет общего треугольного форм-фактора, он вот этот односторонний изогнутый просто не нужен, он должен быть наоборот изогнутый вот так. Да, они же все такие. Именно для того, чтобы ломить копьё, тебе копьё должно скользнуть куда угодно, только не вниз. Внизу, даже если кольчуга поддета, плюс железное седло, на всякий случай не надо, чтобы туда оно скользило, это беспокоит, это беспокоит очень сильно. И оно никогда не здесь, оно всегда просто привязано мёртво к плечу, потому что ты чё, думаешь, что ты рукой что-то отобьёшь, ну вот рукой, ты понимаешь, что тебе выбьет плечо к чёрту просто при таком ударе, потому что у них у всех эти ключи, специальные турнирные копья со стопорами, и ты вот сейчас рукой будешь это ловить. Счастье! Даже мы, когда начинали турнирное движение, ну в силу того, что мы это, друг друга не жалеем, потому что у нас в России не принято, мы сразу дрались, да, пускай без этих адских железных наконечников, у нас были ещё доспехи на 100 лет раньше без ключьев, но тяжёлыми цельными копьями, всегда дрались, там 40 мм, мы очень быстро перестали вешать щиты на предплечье и пытаться что-то отбить этим предплечьем, потому что, во-первых, ты можешь не успеть, во-вторых, тебе совершенно очевидно закрывает нужную нижнюю половину рожи и грудь, нафиг ты его к себе к руке, это вот сюда привязываешь, привяжи к плечу, этого достаточно, но если тебе хочется, чтобы он всё-таки на руке висел, сделай вот такой вот подвес, туда вставил, у тебя вот так рука торчит, за полы держишься, а тут щит уже не примотан, просто потому что даже с руки, с удержанием подмышкой нанесённый встречный укол на лошади, ну, блин, я до сих пор, между прочим, плечом болею, т.е. уже сколько лет прошло, лет 18, а у меня как бы стреляет до сих пор, просто потому, что удар настолько жуткий получается, ну, это как за ТП попасть, лошадь идёт 40 км в час на полном карьере, и навстречу 40, и это всё сходится вот на таком пятачке, иди отбей, опять же, мы-то играемся, а им-то здоровье нужно было сохранить, чтобы на линию фронта потом попасть. Ну, и там же итог-то, вот седло крепкое, хорошо привязано к лошади, вот всадник, вставленный в это седло, в железе. Со стреминами. Да, вот к нему щит приделан, именно приделан, вот копьё на крюке лежит, вот он разгоняется, вот он наклонился, вот он весь влился, вышибить его из седла, ну, в общем-то, по всей видимости, не бывает. Не, можно, конечно. Бывает, редко, но бывает, но непросто, в общем-то, при всём при том, так это, куда удар-то приходится в щит, как его удержать при такой скорости, масти инерции, там, я не знаю, физику уже забыл из школы, Момент импульс-то чудовищный. Бьёт-то со страшной силой, ну и что вы думаете, что это действительно вот можно там рукой что-то отбить, да вы, блин, в своём уме... Мы же ездили, фотографировали, когда копья там вот так вот гнутся просто, и люди вылетают. Юра там у нас замечательно грохнулся, Дмитрий Юрьевич говорит, ну, последняя ошибка, точно уже никто не упадёт, и тут же это, руки-ноги, жопа, голова, хрямсь прямо перед нами, говорю, а, говорил, не выпадет. И мы его ломали. Переворачивали. От ТАСС. От ТАСС вообще.